Общий порядок работы в программе JuleV3D. В общем случае схема работы в программе выглядит следующим образом. Лекала в JuleV3D вводятся из программы конструктор. Одев модель на 3D манекен, лекала можно корректировать в конструкторской программе и параллельно видеть эти изменения на манекене. Порядок работы. Первая подготовка окна программы JuleV3D. Запускаем программу. На экране видна модель загруженная по умолчанию и открыто окно выбора манекена. Создаем файл новой модели одежды. И в окне стиля и размеров манекена вызываем из папки аватар, то есть манекен, созданный ранее в файл нужного размера манекена. То есть пользователь может создать базу манекенов и вызывать нужные размеры на индивидуальные фигуры. Либо загружать стандартные типовые фигуры женщин, мужчин и детей. Загружается окно трехмерного манекена, и можно сразу же открыть плоское 2D окно лекала с помощью текстового меню программы. Можно смещать границы окон частично или полностью. Либо переключаться между окнами с помощью клавиши клавиатуры Ctrl-Tab. Сворачиваем программное окно на нижнюю панель задач. Вы завлекал на экран программы конструктор. В папке «Джулии» на рабочем столе запускаем программу «Конструктор». Открываем окно вызова моделей и лекал. Выбрав модель, загружаем ее в рабочее окно. Переходим в закладку «Лекала» и выбираем лекала в списке. Вызываем их на экран. С помощью команды «Организация экрана» или «Вручную» размещаем лекал. Загрузка лекал в 3D окно. Для загрузки этих лекал в программу «Джулии 3D» открываем закладку «Моделирование» и выполняем команду «Передачи лекал». Лекала появляются в окне 3D в одной плоскости, всегда лицевой стороной вверх. Для перехода в плоское окно одновременно нажимаем клавиши «Контроль ТАП». Одевание 3D манекена. Приступаем к работе с моделью. Задаем линии сшивания лекал, указывая парой участков с учетом направляющей черты надсечки. Окончив задание швов, вновь переходим в 3D окно, нажав клавиши «Контроль ТАП». Располагаем лекала для одевания манекена. Удерживая клавишу «Шифт» для выбора нескольких лекал, выбираем детали. Смещая курсор вдоль оси трехмерных координат, выдвигаем лекала перед манекеном. Для расположения лекал также можно использовать специальные точки в соответствующих частях тела манекена. При этом лекала всегда располагаются лицевой стороной наружу и не будет необходимости дополнительно их переворачивать. Отключаем точки и выполняем имитацию одевания. Затем, работая в окне редактора свойств, можно задать свойства тканей и фурнитуры для этой модели. В разделе «Физические свойства» в предварительном списке различных видов материалов выбираем требуемый с рассчитанными физическими свойствами, например, трикотаж. После выполнения команды имитации будет видно изменение материала. Выполняем анализ конструкции визуально или с помощью диаграмм областей напряжения и деформации ткани. Изменение лекал в программе «Конструктор». Если по результатам данного анализа требуется корректировать конструкцию или просто необходимо изменить дизайн модели, нужно вновь перейти для работы к экрану программы «Конструктор». Для параллельной работы в двух программах можно полностью свернуть окно 3D на нижнюю панель или частично. Оно всегда выходит поверх окна программы «Конструктор». Можно изменить границы окна с помощью угловой кнопки или просто переместить 3D-окно в сторону. Теперь в «Конструкторской программе» можно наносить новые рабочие линии или изменять форму лекал. Внимание! Изменяем только форму лекал, но не структуру. То есть нельзя менять число участков или точек. Заданные швы будут удалены. Перезагружаем измененные лекала вновь в программу «Джульвик 3D». После изменения и корректировки лекал выполняем команду «Перезагрузки» в закладке «Моделирую». При этом в 3D-окне сразу видны внесенные коррективы. Окончательное оформление модели. Оформляем модель, выбрав для нее нужную текстуру тканей из списка сканированных изображений. Либо подбираем цвета тканей вручную. Сохранение модели. В конце работы сохраняем модель. Можно сохранить проект в целом, как единый файл, содержащий всю информацию об одежде и манекене. Ну а можно сохранить предмет одежды. Тогда в указанной папке создается два файла. Файл модели и текстур ткани. Зет-пак и файл внешнего вида модели. Выбираем место хранения папки и вводим номер модели. Итак, с помощью программы Joulevik 3D можно первое, проанализировать посадку изделия и исправить дефекты конструкции. Второе, разработать или уточнить дизайн модели без первого пробного прошива изделия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok